Всем привет! Давно я не снимала видео, но решила снять. Сегодня у нас последний день зимы, с чем я вас поздравляю, 28 февраля. И я решилась наконец-то начать снимать серию, большую серию видео, но они будут не часто на моем канале. Кто-то уже знает в теме данные, можно набрать, посмотреть на том же самом ютубе, что это за тема, кто-то нет. Но это проект Project Pan. Project Pan, кто как говорит, это проект использовать и выбросить. То есть я здесь буду показывать, начну в этом видео, декоративную косметику, которой именно я пользуюсь, которой я планирую пользоваться. И буду вам показывать успехи. Я так думаю, что я пока сейчас определю косметику на сезон весна, то есть на 3 месяца, завтра 1 марта, и вот до 1 июня вот этот проект я вам сейчас показываю. Я буду показывать успехи, ну как я для себя определяю, раз в месяц. Потому что, ну, у меня я не так часто крашусь, то есть когда-то до работы, чем-то, да, чем-то я буду краситься дома, выходные в свои. Поэтому я думаю, что месяц это оптимальный вариант. То есть в конце месяца, наверное, числа 30-31 марта, ну там как у меня будут выходы, я еще посмотрю, может чуть раньше, чуть позже. Я вам выложу вторую часть Project Pan, и там я уже поделюсь своими какими-то определенными успехами, достижениями или же неуспехами. Потому что какая-то косметика будет идти быстрее, какая-то медленнее. У меня сейчас такое довольно большое предисловие, я вообще еще думала, все это снимается сводчем или нет, но это брала довольно много косметики. Какая-то, да, действительно, которую я пользуюсь, какие-то продукты, которые выходят в сроки годности. Декоративные косметики я не всегда пользуюсь после срока годности, иногда использую, иногда нет. Но чаще я склоняюсь к тому, что у нее есть срок годности, и я выбрасываю. Хотя все прекрасно знают, что сыпучие продукты, такие как, например, тени для века, они могут быть сколько угодно, да, то есть в использовании, ничего с ними не будет. Но все-таки я вот не очень это все дело люблю. И какие-то продукты просто покажу, которыми я пользуюсь и буду продолжать пользоваться, какими-то, которыми я вот только начинаю, которыми какими-то вот пореже, почаще. Сейчас я покажу вам по порядку, сводчи я делать в этом видео не буду, иначе оно будет очень-очень длинное, потому что тут много всего. Вот такой вот я выбрала крем BB, я сейчас им активно пользуюсь. Я его смешиваю с другим кремом, потому что он у меня в оттенке medium, и он у меня очень-очень темный. Сейчас я вам попробую показать его в упаковке. Кстати, уже полтюбика осталось, то есть я довольно активно им пользуюсь. Вот, смотрите, какой он практически коричневый. Но я его смешиваю с другим, я вам его тоже сейчас покажу, уже не раз я показывала, и планирую также парочкой дуэтом пользоваться. Так, да, еще не сказала, что давайте еще раз вернусь, это Avon серия Sun Plus BB крем 45+, вот такой вот, да, 50 мл. Я продолжаю им пользоваться, оттенок medium. Здесь уже, ну, по срокам, как бы я считаю, что надо, поэтому я им пользуюсь. А второй идет к нему в парочку, у меня абсолютно нормальный, свежий, это CC крем от Estrada, в тоне 11 фарфоровый. Инночка, привет тебе, если смотришь меня, вот ты меня спрашивала про этот крем, он действительно для белоснежек, у него есть SPF 10, он очень классный, я его люблю, он прям такой беленький, светленький и абсолютно без желтизны. Хороший тон именно для девушек, у которых белая, светлая кожа, я его могу посоветовать, мне он очень нравится, но он маленький, вот у него 24 мл, и по срокам видно, что он у меня замечательный по срокам, но я их просто использую вместе, в тандеме, смешиваю прямо на руке, и мне нравится. То есть, когда я беру больше, например, вот этого, у меня получается светлее оттенок тона, когда я беру больше этого, то получается темнее. Если кто-то об этом не знал, это вообще, в принципе, так скажем, один из секретиков визажистов, то есть, любой тон, который вам не подходит, допустим, слишком светлый или слишком темный, можно смешивать в разных пропорциях и получать для себя оптимальный вариант. У меня сейчас тон кожи средний, я это уже поняла, он не светлый, не темный, поэтому мне это сочетание подходит очень и очень хорошо, продолжаем пользоваться. Из пудры у меня в таком не очень красивом виде, но сломалась она у меня, немножко грязненькая, вот такая вот, я уж даже, наверное, много грязненькая, прошу прощения, но крышкой этой я не пользуюсь, я вот прямо на нее вот так наношу продукт, крышка тоже у меня сломалась у меня. Остаточки этой пудры, это будет бьюти-киллер от Диваж Банана Паудер, наверное, многим известная пудра, я покажу вам вот так вот попробую, вот. Рассыпчатая пудра, мне она очень нравится, я ей пользуюсь просто пушистой кистью, у меня это тон 0.1, рассыпчатая матирующая пудра бананового оттенка, поможет тебе создать макияж техники бейкинг. Теперь раз ты, кстати, читаю при вас, просто пудра матирует, нейтрализует покраснение, маскирует, ну да, маскирует она средне хорошо, но у меня там осталось, вот я вам открою секрет, дальше попробую показать вот столько, то есть я истратила эту пудру полностью, для меня это редкость, но пользуюсь я ей давно, пользуюсь я ей примерно уже получается год, год я использую, ну плюс-минус, почти год эту пудру, и у меня она истратилась, и пользуюсь я этой пудрой ежедневно, то есть каждый день. Вот эти дырочки я беру, насыпаю вот на эту крышку как раз, которая не очень, да, то есть вот так вот, и вот так использую таким образом, мне очень удобно. Пудра идет со мной вместе в Project Pan, и естественно, я думаю, что она со мной за месяц-два дойдет уже даже до пустых баночек, то есть как я понимаю, что этот проект еще ведет к зачистке, так как у меня, я еще хотела вам сказать, большая будет зачистка, если вы хотите ее посмотреть в этом, подписывайтесь на канал, чтобы ее не пропустить, у меня будут новые покупки, я буду снимать теперь еще с Wildberries, сколько какие покупки, заказы, пустые баночки, то есть все это у меня будет на канале, поэтому подписывайтесь, выставляйте колокольчик, чтобы эти новые видеоролики вы не пропустить. И давайте пойдем дальше, по лицу я вам показала, ну и последнее, что я возьму в заключение для лица, это корректор консилера, он у меня будет один, вот такой, тот, который мне подарила Маша, если меня смотришь, привет, тебе спасибо, уже видно, что немножко тут он у меня начал свой цвет и вид менять, так, сейчас, секунду, вот, фокусируется, да, вот такой вот, это серия The One, консилер, в тоне у меня Parcelian Cool, по-моему, самый светлый, да, он тоже идет, у него срок годности до 25-го года, но вот видите, какой он такой немножко мутненький, поэтому я его, естественно, забираю, буду с удовольствием использовать, он более светлый, да, покажу вам его оттенок, вот такой, и подойдет под мою пудру светлую и под мой замес средний. Так, это все, что у меня будет для лица, давайте пройдемся кратко по палеточкам теней, тут в тенях я долго думала, взяла немножко жидких, немножко обычных, сухих теней, тоже какие-то по срокам, какие-то так, ну, начнем с вот этой палетки, вот такая вот палеточка у меня есть от Lovell Collection, эта палетка идет по срокам годности до апреля 2023 года, вот ее срок, и поэтому я ее, естественно, ну, конечно, как же без этого, прошу прощения, ну, я знаю, что палетка ничего с ней не станет, я очень прошу прощения, я переснимать не буду, потому что, ну, как вы знаете, у меня монтажа нет на телефоне. Давайте продолжим, эта палетка у меня уже довольно давно, и вообще у меня их две, то есть у меня есть матовая, да, еще раз ее покажу, да, она уже такая чуть-чуть еще сейчас поцарапалась, ну, сейчас вам покажу, что абсолютно ничего с ней не стало, вот такая вот палетка, да, здесь есть один холодный оттенок, теплые цвета, средние и светлые, и вся полностью эта палетка матовая, я ее забираю сейчас для того, чтобы делать макияж, особенно из-за светлого цвета, потому что светлые заканчиваются быстрее всего, это Lovell Collection, Nude Collection, да, вот так я покажу, тон 0.1, я ее беру, у меня есть еще одна палетка, вторая, которая 0.2, по-моему, тон сатиновый, я ее пока не беру в Project Pan, потому что у нее срок годности до 24 года, я ее еще успею встратить, но вот эту палетку я беру. Следующая палетка, которая от Divash, тоже чуть подальше срок годности у нее, но я ее беру в проект, потому что у нее интересные такие оттенки, она годна, да, сразу вам покажу, вот так вот, да, вот так, до сентября 23 года, я ее беру, это Divash, многофункциональная палетка для лица, но вот эти два оттеночка, как бы прописывается, три для лица, но я их тоже иногда использую как тени, вот такая Selfie Queen, Divash, сейчас попробуем, здесь есть один оттенок кремовых теней, и вот этот вот, которым я нечасто пользуюсь, вот этот очень часто видно, и поэтому, естественно, этот у меня оттенок самый первый закончится, я пользуюсь вообще сейчас вот этими тремя оттенками для создания хорошего такого базового дневного макияжа, вот раз, два и три, то есть на все века, на серединку и для складочки. Вот эти два оттенка, такой более серебристый и золотистый, они были для... изначально для, 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 ну, то есть как хайлайтер используются, должны были, но этого не будет, ну, не знаю, мне кажется, они слишком, вот видно, да, слишком яркие для этого, поэтому я их так не использую, и вот этот оттеночек, вот крайний, это румяна, румяна я брать не буду, возможно, буду как раз этот оттенок использовать как румяна персиковая. Хорошо пойдет эта палетка и для дневного, и для ветернего макияжа, а в отличие от предыдущей, та более дневная, и насчет вот этих цветов, я, конечно, пока вообще ничего не знаю, синего и вот этого вот, а доохромный, кстати, цвет, вот давайте, может, немножко попробую свод сделать, коричнево-голубой, наверное, вот, смотрите, да, так он доохромит, то больше коричневый, но на глазах немножко такой, как салатовый, зеленый, какой-то такой интересный, очень цвет уходит, возможно, буду его на серединку века для, ну, в выходные дни применять, так же, как пока не знаю, вот, что делать вот с синим, да, оттенком, тоже видно довольно яркий, но у меня здесь есть как дневные палетки, так и вечерние, естественно, какие-то яркие, на какие-то мероприятия я буду вот эти все тени пытаться использовать. Дальше, более вечерний, ой, точнее, более дневной макияж, вот эта палетка именно дневного макияжа, которую выбрала, это от Эйвен, вот такая вот, это была лимитка, я выбрала себе персиковую, так я ее хотела, но в результате я ей почти не пользуюсь, вот такие тут оттенки, очень, они вроде бы дневные, но мне не хватает здесь светлого цвета, даже вот этот оттенок, который у меня бежевый с коричневатым, да, вот я вам его покажу, и немножко, может быть, даже свочем, все равно недостаточно светлый, чтобы его наносить, но, скорее всего, его я буду использовать вместо светлого, остальные оттенки такие более сатин, ну, тут и матовые есть, и сатиновые, да, получается, раз, два, три матовых, раз, два, три, и три сатиновых, вот эта палетка у меня плохо сейчас идет, потому что как-то теплые цвета мне плохо шли зимой, но сейчас, с завтрашнего дня весна, думаю, что я буду какие-то макияжи дневные, может быть, больше, как дневные, да, с ней делать, потому что эта палетка, вот как по мне, именно для дневных, хороших, таких красивых макияжей. Следующая палетка у меня такая сборная, мне ее подарила Лиза, привет тебе и спасибо, я ей планирую пользоваться, это вот такая вот NYX Professional, но это сборная, однушки, у них срок годности, я вообще даже, если честно, не знаю, какой, но еще пользуюсь, такие оттенки, это, наверное, уже более вечерний все-таки вариант, по крайней мере, и этот ряд, и этот, это уже парадный, верхний ряд, возможно, как-то, наверное, я думаю, применение на повседневность, мало тут оттенков таких, видите, как светлых, их тут вообще нет, они у меня были, я их закончила, и вот эта палетка у меня идет в дополнение, да, к светлым оттенкам из предыдущих палеток, поэтому я ее планирую использовать в том месте, в сочетании с какими-то другими, не отдельно, естественно. Средний ряд у меня совсем выпадает, потому что такие рыжие, красные оттенки какие-то, вот я их совсем не использую, но вот эту парочку точно буду использовать и верхний ряд. Посмотрим, как она у меня будет идти, этой палетке тоже я даю как бы срок всю весну. И последняя палетка, которую я отобрала, тоже, наверное, это больше как вечерний макияж, как вы видите, очень мало светлых оттенков, поэтому, возможно, будет какое-то добавление в Project Pan, возможно, даже новинок, потому что мне нужны будут светлые цвета, и у меня есть две новых палетки с Wildberries, если все будет хорошо, я сегодня отсниму вам видео макияжа с одной из этих палеток, это будет более такой, наверное, вечерний макияж, хотя палетки дневные, но там есть такие оттеночки, которые можно на вечерний макияж применять. Но они мне в Project Pan понадобятся именно из-за того, что мне не хватает светлых оттенков. Я их добавлю, возможно, через месяц, пока я буду пользоваться вот именно тем, что я вам показала. То есть это все идет на проект, месяц я отложу те тени сегодняшнего дня, как раз новые, и буду пользоваться вот этим, чтобы это все доделать и привести в порядок. Так, следующая палетка от Avon, она тоже, естественно, праздничная, вечерняя, у нее срок годности выходит, или уже вышел даже, я не знаю, если честно, был 12 месяцев после открытия. Так, а сама палетка, я даже, если честно, не помню, когда была выпущена. Сейчас посмотрю я, вообще, где это указывается. В общем, я смотрела, вроде бы у нее уже тоже скоро выйдет, поэтому вот я не знаю, где-то прописано это или нет. Так вам сейчас сделаю. Вот. А, вот здесь внизу все, я увидела. Вот. Давайте еще раз приближу, покажу. Вот. Видите, марта 2021 года. То есть ей в марте 2023 будет уже два года, поэтому я ее сейчас себе взяла в использование и тоже начинаю ей пользоваться именно как нарядной палеткой, потому что посмотрите, какие здесь оттенки. Ну, еще вот первый, третий отсеточки, как там можно на дневной макияж, остальное все это более, естественно, вечерний и парадный макияж. Очень яркие оттенки, я их планирую в умеренных дозах применять. Посмотрим, что из этого выйдет. Вообще, срок годности у косметики, не только Ивана, у любой декоративной, это где-то три года, поэтому у нее еще есть запас. Я, наверное, ее пока не буду выбрасывать, потому что потом впереди могут быть и какие-то дни рождения, да, в будущем, и какие-то новогодние уже мероприятия, если она весь год на 23-й загадываю, то есть мне эта палетка еще будет служить, но я ее все равно пытаюсь сейчас в нем потихоньку внедрить в проект, в Project P. Так, и следующее, последнее для лица, то, что я хочу взять, это вот такой вот продукт от Avon, бронзирующая пудра, да, как я понимаю. Я ее вообще практически не пользуюсь. Она апреля 21-го года. Warm Glow оттенок 10,5 грамм. Оттенок, конечно, такой теплый и не очень подходящий был для зимы. Но, в принципе, сейчас весна, почему бы и не попробовать внедрить его куда-то. Но я так предполагаю, что на скулы, да, он будет. У нас вот такой оттеночек. Он не очень яркий, поэтому он может быть и в качестве бронзера, в качестве скульптора, в качестве румян. То есть, я его попробую тоже применять, потому что срок у него идет. И он у меня тоже будет обязательно в проекте. Так, дальше следующее. У меня очень большой блок здесь идет для глаз. Вам покажу. И заключительный будет для губ. Для глаз я отобрала себе туши. А точнее, получается, все-таки две. Я хотела взять одну, но я возьму все-таки две туши. У них сроки не выходят, но я ими пользуюсь, обеими. Поэтому я буду брать их две. Вот такие вот туши. Это первая тушь, которую мне подарили. Подарила мне ее Олеся и ее родители. Спасибо большое. Это тушь Vamp Pupa. У меня уже была такая экстремальный объем. Именно на объем направлена тушь с силиконовой тисточкой. Очень хорошая. Я ее недавно открыла. Я ей планирую эти три месяца с удовольствием пользоваться. Но больше, наверное, на вечернее какое-то или на выходное применение. Потому что на работу у меня она такая немножко... Ну, слишком объемная. А вот на работу я буду использовать вторую тушь, которую я использую постоянно. Это Vivienne Sabae удлиняющая. Тушь вот такая. Камин, да, по-моему, здесь написано. Бирюзовый тюбик. Очень классно. У нее срок годности до октября 24-го прописано. Но у туши срок годности очень маленький. То есть месяца три, да, как раз. Или месяцев шесть. Кто как использует. Я обычно использую тушь три месяца. Сейчас у меня еще открытая одна тушь есть от Faberlic. Вот такая. Но я ее не беру в проект. Потому что я ее, во-первых, только открыла. Во-вторых, она действительно до сих пор... Вот я сейчас смотрю, да, я вам говорила в отзыве. Жидкая. То есть я вообще не знаю пока, как ей пользоваться. Я ее отложила. И думаю, что до лета я пока вот этой вот Faberlic тушью пользоваться не буду. Ну, может не до лета, там в мае где-нибудь вот начну. Но пару месяцев, ближайший март и апрель, я буду пользоваться вот этими двумя тушами. Которые я вам показала. Они у меня идут, бегут в проект. Следующее, то, что у меня будет для глаз. Это две туши цветных. Я их просто добавляю для того, чтобы уже весна, март. И я пользуюсь, если честно, и на работу, и просто выходные. Не цветными тушами. Первая тушь у меня появилась вот такая вот белорусская. От Belor Design Maxi. Синяя. Вот, она есть синяя, да. У нее срок годности до февраля 25-го года. Но, естественно, это намного меньше. Тушь у меня появилась уже довольно давно. У нее уже есть какой-то определенный запах. Вот такая вот ярко-синяя тушь. Я ей пользуюсь, но на ресницах она не такая яркая. Думаю, что в какие-то, опять же, мероприятия, выходные дни, какие-то походы куда-то, я эту тушь буду использовать. Вряд ли на работу. А вторая коричневая тушь, я, возможно, ей буду пользоваться и на работе. Потому что я иногда пользуюсь для дневного макияжа коричневой тушью. Вот она такая же, здесь даже побольше подстерта. Потому что пользуюсь я ей, честно сказать, намного почаще. Нет у меня у нее здесь никакого срока. Что-то 07-ое написано, только не видно, что. Вот, тушь коричневая, спокойного оттенка коричневого. Но видно, что коричневый. Я ее использую с подводками, с карандашами коричневого цвета. Мне очень нравится эффект с вот этими тенями от Avon. Да, и с другими палетками. Вот с этой палеткой тоже хорошо подойдет. Да, с самой первой. С палеткой от Avon. И с палеткой от Divas. Вот с этими тремя я планирую использовать еще коричневую тушь. Дальше, следующее, это подводки. Здесь я выбрала, получается, сколько тут их получилось у меня в итоге. Четыре подводки. И раз. Так, сейчас скажу, сколько. Раз, два, три, четыре, пять. И пять карандашей для глаз. Остальное, ну, давайте, продолжим с подводок. Это две подводки я взяла. Три даже подводки. Извиняюсь даже, неправильно все говорю. Четыре все подводки от компании Faberlic у меня получились. Это вот такие подводки. Опять же, одна у меня сейчас упала. Прошу прощения, подниму я ее сейчас попозже. Черная классическая у меня упала. А вот эти три, покажу вам цветные, да, они идут в подводке. Вот такая лимитка была, я ее беру в использовании. Это серия. Сейчас. Стерлись у меня, к сожалению, знаки здесь опознавательные. В общем, Саджи Верни. Подводка была коричневого оттенка. Вот, 55-365 артикул. И, ну, коричневый цвет вот такой вот. Хороший, красивый, коричневый. Подводка с таким наконечником в виде фломастера. Для меня она удобная. Я ей пользуюсь и на работу могу использовать. Вот видно, что серия Жардин подзатерлась у меня и выходные дни. Дальше еще две подводки из одной серии, просто разные оттенки. И еще две у меня останутся, черная и синяя в запасах. Пока я ими не пользуюсь, их отложила из этой серии. Одна я взяла себе поярче на выходные, на праздники. 55-60... 56-71, извиняюсь, артикул. Вот такая подводка. Это серия Глэм. Да, Глэм. Вот такая бирюзовая. Угу. Ну, давайте подводки уже рисую. Так нарисую линию. И вторая, более приглушенная, по-моему, называлась бронзовая. Хорошо подойдет под дневной макияж на работу. Артикул 56-70. Ну, они даже близко. 70-71. Такая подводочка. Бронзовая. Уже в теплый. Вот. Ими я планирую пользоваться, ну, соответственно, пока тоже 3 месяца. И последняя. Сейчас подниму ее. Это классическая черная. Я ее уже купила вторую такую. Поэтому вторую пока я не использовала ни разу. А вот эту подводку, классическую Глэм Тим серия, черную, я использую. Я ее использую и для видео иногда, и для макияжа, и на работе. Вот эту, в общем, она универсальная. Артикул 57-91. Это черный тон. Ну, тоже это как фломастер. И она у меня уже так даже рисует. Ну, средненько. Но еще рисует. Поэтому ее я планирую взять в проект и использовать, и выбрасывать. Следующее, то, что покажу вам, это будет 3 оттенка жидких теней. И один карандашик для глаз. Карандашик вот такой вот уже стерся. У меня Арифлейм розовый в этой гамме. У меня он уже не выдвигается. Поэтому я хочу его использовать и выбросить. Такой вот приятный розовый металлик. Очень блестящий. Но я его наношу дозированно. То есть, либо в уголок глаза, либо для выделения чего-то. Но в основном в уголок глаза. Я туда сейчас наношу либо вот эти тени. Да, они у меня не идут в проект. Но я вам их покажу вот эти. От Клео. Потому что они у меня на все веки скатываются, к сожалению. Оттенок был светлый, да, задуман. Я просто наношу в уголок глаза для того, чтобы немножко его посветить. Хорошо получается. И вот эти тени у меня идут. Ну, то есть, карандашик для того же. Следующее. Это трое жидких теней. Почему трое? Потому что и по срокам, и по гамме цветовой тоже хотелось. Мне розовый от Faberlic. Такие вроде розовый кварц. К этой же гамме идут. Сейчас вот вам рядом сделаю. Похожи они. Вот. Видно, да, наверное, даже одна гамма. Хочется мне добавления каких-то немножко таких нежных розовых металлических красок. Может быть, платье вот у меня будет розовое. Я его надену. Ну, маникюр у меня сейчас. Кстати, цвет фламинго у меня тоже розовый. Модный сейчас в этом сезоне. Весной. Угадала я в этот раз с модой. И такой оттенок. Ну, светло-розовый. Его можно тоже в уголочек добавлять на все веко. В качестве выделения подвижного века, да, для блеска. Этот оттенок. Потом два оттенка. Один у меня выходит срок годности. Вот этот цвет. Это люкс визаж. У меня много было таких теней. Но срок годности не очень скоро выходит. А в сентябре 23-го года. Но партия с 21-го года, с июля. Поэтому я взяла этот оттенок. Немножко он уже подизменился. Но я его тоже наношу иногда на серединку. Я даже не знаю, какой это оттеночек. Такой цвет бежево-сиренево-какой-то такой коричневатый. Красивый тон. Я его наношу на серединку века. Возможно, в небольших количествах даже для работы. Но в основном для выходных и для праздников. А праздник у нас один основной будет, да, наверное, весной 8 марта. Дальше следующий оттенок от Avon. Я взяла вот такой вот персиковый. Ну, понятно, кто и сжигаем. У меня к теплой 6 миллилитров. Это оттенок Pitch. По-моему, он идет. Да, Pitch Princess. И по срокам тоже. Вот сейчас посмотрите. 19-й, 02-й, 22-й. 22-й год. Оттеночек, да, этот появился в феврале. Уже ему год. Пора пользоваться. Мало он у меня использован. Это персиковый цвет. Давайте тоже вам сделаю слотч. Для теплых оттенков, макияжей. Для добавления на серединку века. То есть у меня вот розовая, гамма персиковая и третий. Ну, то есть все. Точнее, третий хотел сказать. И все. Из жидких теней это все. Дальше покажу вам карандашики для глаз. Я выбрала по срокам выходящий и... Ну, уже близится самый-самый. У меня такой уже, наверное, вышедший срок. Это фиолетовый оттенок. Такой. Сейчас, да, посмотрим. Purple Punch. Вот он фиолетовый. Ну, тут в моей гамме он тоже может вписаться. Его у меня осталось вот столько. И свотч его я покажу. То есть некоторые я покажу вам свотча. Просто тени было бы очень долго. Свотчик карандашито побыстрее. Вот такой оттеночек. Ярко-фиолетовый. Классный. Почему бы его и не взять? С подводками, наверное, из всех. Да, из этой гаммы только с черной. Можно было бы его, ну, этот цвет сочетать. Либо просто сам по себе фиолетовый. В такой же гамме больше, наверное, сливовый. Да, или как правильно, сливовый. Фиолетовый, приглушенный вот такой вот цвет. Это оттенок. Эйвен. Уже из более новых карандашей. Но танзелит. Как камни, да, назывался. И он вот по срокам тоже. С 21-го года у меня. С ноября 21-го. Чуть более такой вот бордово-баклажановый, да, цвет уходящий. Мне кажется, очень хорошо, кстати, смотрите, вот с этими тенями сочетаются. С жидкими. Надо будет попробовать вместе вот эти жидкие тени. И вот они, да, и этот оттенок. Мне кажется, хорошо по тону, прям по тону в тон будет. Так, и понятно, что классический черный, куда же без него. Это прорисовка слизистой веки, внутреннего века, кто как называет, да, ресничного края, если говоря так. Ну, по-простому, это то, что внутри у нас глазика находится. Вот прорисовываю я черным карандашом. Либо снаружи сам вот этот край, где находятся ресницы. Либо тонкую подводку. У меня это черный в данном случае будет Boldest Black. Хороший карандаш, у меня есть такой в запасе. По срокам он идет с 20... Сейчас посмотрим. Не помню. Второго, наверное, да. Да, с 22-го года, с апреля. Просто чисто черный цвет. Ярко-хороший черный цвет. И у меня его осталось, вот сейчас я вам покажу чуть-чуть. Вот это все. Черным я пользуюсь часто. Черной подводкой тоже. Потому что классика. И если не знаешь, каким делать, да, но хочется глазки, чтобы были поярче, подвыделить всегда берешь черный. Коричневый тоже я отнесу к классическим. У меня это самый любимый сейчас стал в последнее время Cosmic Brown от Teyvan. Карандаш выкручивающийся. А, да. Карандаши у меня получаются все пять. Да, все пять штук от Teyvan. Потому что они мои самые любимые. Я их беру в Project Pan. И, естественно, я их использую. Вот такой вот коричневый. Но, кстати, колпачки здесь дублируют. В новеньких. У меня его осталось как черного, наверное, вот столько. Это весь мой коричневый. То есть коричневым и черным я, конечно, часто пользуюсь. Вот, ну классический такой коричневый. Матовый. Такая у меня гамма получается. Поярче. Вот сейчас к этому буду карандаш показывать. К этой подводке. Вот. А коричневый, ну, соответственно, вот к этим двум. Так, и последний карандаш, да, вот к этой подводке получается вот такой. Я взяла один. Он тоже у меня по срокам не выходит. У меня есть еще такой более голубоватый с блестками. Более зеленоватый, светлый. Ну, в общем, несколько у меня их. И здесь конкретно я взяла на весну один. Это вот такой. Эмералд. Его много. Ну, как много? Наверное, так же. Потому что, в принципе, столько карандаша, видимо. Но теми я почаще намного пользовалась. Так. И вот последний. Внизу. Вот. Уже к той подводке. К той гамме. Такая вот красота у меня будет на весну. То, что касается глаз. Мы с вами закончили. Сейчас мы переходим к губам. Уже я наговорила вам очень много. Вы простите меня на 28 минут. Но видео первое будет всегда самая длинная. Project One. Наверное, так оно и есть. А последующие уже, когда буду вам показывать отчеты, будут покороче. Я буду стараться. У меня уже вышел срок годности для губ. Я взяла вот такой продуктик. От Reflame серии Love Nature. Я люблю это. Скраб, маска. Но больше использую как скраб. Срок тут, я не знаю, до когда. Ну, вообще-то написано, что до февраля 23-го. То есть, он вот вышел вот сегодня выходит. Я взяла себе новый продуктик. Но я думаю, ничего страшного. Если я пару недель в марте, вот попользуюсь еще им. И буду показывать его, наверное, уже в зачистке. Очень классный скраб. У него приятный аромат. Для меня он мягкий. Отшелушивает хорошо. Мягко при этом. Вот такая у него консистенция. По запаху он пахнет манго, по-моему, у меня он был тропический. Сейчас посмотрим. Маска, скраб для губ. Здесь нигде не сказано. Тропический. Ну, вроде манго. Вот для меня он пахнет именно в сочетании. Есть какой-то аромат то ли меда, то ли груши. Очень классный. И мне он очень-очень нравится, этот скраб. Но я им не часто сейчас пользуюсь, потому что особо необходимости не было. И он очень экономичный. Вот еще. То есть, почему? Вот тут хоть и объем 15 мл, да, большой. То есть, это намного больше, чем тюбик там с помадой, например, да. Там 5 мл. Там 3 мл, да, например, в блесках. То есть, здесь намного больше. И я им пользовалась, но он экономичен. Варифлоне пока я повторять не буду. Я заказала себе сватберит. Другой я вам его покажу, тот скрабик, который я взяла. И беру себе воспользование. Хоть в феврале подходит к концу, но морозка. Для меня детская зимняя помада стала незаменима. Сейчас, в зимний период. Хорошо она защищает кожу губ. Я ей пользуюсь на работу и в выходные дни. У меня приятный аромат ванильки. Это классическая гигиеническая помада. Вот так вот она у меня используется. Я ее беру с собой в март, в апрель. Потому что у нас и ветер, у нас и снег в Ярославле. То есть, у нас погода такая, что вот такие продукты незаменимы. Так, ну и перешли мы плавно уже к продуктам декоративным для губ. То, что вам покажу. Я набрала здесь немало. Блески, помады, что-то по срокам. Ну, давайте начнем вот с этих двух, которые я вам покажу. Такие. Были такие. Фуберлик. У меня их две штучки осталось. Я их повторяла уже, по-моему, даже. Не часто они используются. Но вот к моему маникюру, да, сейчас, по-моему, подходят они. Даже была такая задумка их использовать. Но у них уже там по срокам, по-моему, все. Такой вот. Вот, срокон эти два с половиной года. И вот так, да, будет блеск. Артикул 4722. Не помню, к сожалению, уже его познавательный знак. Свочи делать вам не буду, потому что блеск этот липкий. Но покажу вот такой вот он. Аромат очень сладкий, приятненький, но блеск липковатый. Если не любите липкие, то вряд ли вам понравится. Такие они были баловство, но... Лоли липс, да, хэштег. Но я их взяла сейчас себе использовать. Захотелось поднять мне себе же настроение. И второй более такой розовенький, поярче, ну, посветлее. Так. Артикул 2-го 4726. Вот. Та же серия. Все то же самое написано, только чуть-чуть другой оттенок. Ну, вместе они, конечно, даже и то классные. Вот они, да, если рядом их показать. Один более розовый, другой такой более малиновый, вишневый. Вот. И второй вам сейчас покажу. Вот. Он видно, что светлее явно. Хорошенькие такие блески, но все равно я перед этими блесками тоже наношу всегда бальзамы для губ, не использую отдельно. Их я оба беру сейчас в проект, буду ими пользоваться. Из подарочков, которые мне подарили, Лиза мне подарила, я выбрала здесь в проекте, получается, да. Сколько штук? Три. Раз, два, две. И один... Нет, три, три. Неправильно он сказал. Три. И один я покажу в зачистке. Потому что там у одного уже срок годности закончился. Из спокойных таких оттенков, более спокойных, бежевых, нюдовых, я взяла L'Oréal Paris. Тон. Сейчас попробуем посмотреть. Плохо его видно. Ну, в общем, 105. Это такой оттеночек бежевый, да, больше, наверное. Вот. Сейчас вот здесь немножко мазну. Вот. Такой вот красивый оттенок. Пыльно-роза, бежевый. Хороший на дневной макияж, мне кажется, пойдет. Когда он высыхает, он становится полностью матовым. Это матовая помада. И два таких более ярких оттенка у меня получилось. Наверное, больше на праздники и на выходные. Это у которого скоро выходит срок годности. Он будет вот такой вот, да. Сейчас. Стойко-матовая. Жидко-матовая помада для губ. Мэйбелин. Вот такая серия классная. Марвел. Но цвет тут, конечно, яркий для меня даже. Срок годности до апреля 23-го года. То есть, осталось два месяца. Поэтому забираю, естественно, буду по возможности пользоваться. А оттеночек тут вот такой. Может быть, как-то и на видео у меня увидите. Может быть, на улице. Может быть, на какие-то там мероприятия, которые будут опять же весной. Более такой вечерний, праздничный. Выходного дня вариант. И второй. Это тоже такой же из ярких. Красная помада. Милибачи, как я понимаю, да. Называется. Нуба. Это уже, наверное, люкс. Седьмой тон. И это такой классический красный цвет. Я карандашей для губ здесь не показываю. Я буду им пользоваться не по проекту. Потому что я ими пользуюсь очень редко. Они у меня почти не уходят. По-моему, красных у меня даже сейчас нет в использовании. Вот. Я буду без карандашей использовать. Вот. Ну, кто как. Опять же, кто-то скажет, что не надо. Кто-то скажет, так все равно. Но я вот не пользуюсь, если именно я. Макияжик. Кто пользуется, то можно здесь подобрать и какой-то розовый карандашик, да, под предыдущие блески. Нюдовый под лореаль. И вот под эти какой-то более такой красный, да. Ну, если пользуетесь. Следующее. Это от Фаберлик. Покажу несколько. Ну, вот сразу их так вот возьму, да. Раз, два. У меня тут получается три штучки от Фаберлик. Это матовая текстура. Одна, которую я возьму вот такая. Фаберлик. Помадка в оттенке у меня. Это будет 40467. По-моему, это фуксия. Сколько я помню. Такой вот ярко-розовый цвет. Давно он у меня. Я его планирую использовать. В виде блеска. Спонжик. Довольно долго сохнет. Это мне не нравится. Не часто им пользуюсь. То возьму, потому что уже очень он у меня давно. И срок точно выходит. Попробую попользуюсь тоже, скорее всего, на видео, либо на праздники. Два, у которых не выходит срок, но возьму для баловства. Потому что мне не нравится по текстуркам. Вот такой вот серия Аква Ди Портофина голубой. Я часто пользуюсь дома, например, перед выходом на улицу. Вместо бальзама. Смотрите, сколько, да. У меня его уже осталось. Скоро практически заканчивается. Возьму. Нравится текстура. Спонжик его. И он очень приятно. Даже вкусно пахнет. И хорошо, как масло ощущается на губах. Масло я сейчас не беру в этом году. Я масло для губ Фаберлик оставлю на следующий год. На зиму. Поэтому буду им тогда пользоваться. И вот такой вот Эцкалия серия. Первый я это точно сейчас доделываю. Не знаю, второй возьму. Нет, у меня много сейчас продуктов для губ. У меня еще есть второй такой оттеночек новенький. Я его, наверное, пока брать не буду. Возьму вот этот. Ежевичный. Я его уже скоро доделаю. Я им часто пользуюсь на работу. И просто выходные. партикул 40551. Не видно, его отзвечивает. Вот так. Да, вот. Ежевичный. Ну, видно, что у меня его мало. Вот такой большой спонжик. Очень классный продукт. В том плане, что хоть он и с привкусом, что минус. Но очень хорошо увлажняет губы. Держится долго и приятный. Вот как для меня можно его, наверное, даже вот лично. Я могу его использовать без бальзама. Так. И остались у меня еще продукты других марок. Тут раз, два, три, четыре, пять, пять штучек. Вот такой. Это люкс визаж пинап матовый. У него выходит срок годности. В июле 23-го года. Вот я его взяла. Тон 19. По-моему, этот тон конкретно я повторила. Потому что этот тон нежный такой розовый, бежевый, приятный. Пультные розы. Он всегда модный и актуальный в любое время. Да? Давайте вот рядом нанесу. К этой же гамме. Вот. Рядышком. Они даже похожи. Хороший матовый нюдовый. Ну, буду пробовать его использовать. Потому что по срокам. Помадка от Avon. Одна. Такая. В матовом флаконе. Так. Сейчас попробую показать вам. Такая. Nature или Nature или, да? Правильно, я не знаю, как читается. 21-й год. Видно, да? Что пора уже использовать. Оттенок такой какой-то желтоватый. Мне не очень нравится. Но попробуем. Я, возможно, его буду с каким-то... Блеском сверху использую эти блески. Я вам с которым я вот планирую. Сейчас покажу. Вот эту помадку. Вот я планирую вот с этим блеском. Потому что он тоже безжевинку уходит. Вместе попробовать. Это блеск от эстрады Аврора. Глосс. Тон 105 Аврора. Ну, давайте попробуем. Вот. Будет смотреться. Вот если блеск нанести. Как раз это. Мне кажется, очень красиво. Я не на тот нанесла. Ну, кстати, на этот тоже неплохо. Давайте попробуем. Сейчас я нанесу все-таки. Сюда вот на руку. Вот смотрите на руке. Это он намного ярче, да? Чем вот в тюбике. И сейчас вместе покажу. Да, хорошо получается. Если нанести сверху этот блеск. Вот. Видите, уже такой блеск появляется. И не так матово смотрится. Ну, я больше люблю глянцевую текстуру. И даже теперь, как вы видите, буду сочетать не только два тональных крема, но и, например, помаду и блеск. Вот. У меня прям такой месяц будет экспериментов. Март. Так. По срокам здесь до апреля 23-го года скоро выходит. Поэтому беру себе поскорее в использовании. И от Oriflame у меня будет одна помадка. Она матовая. Более, наверное, парадный вариант. Малина цвет. Ну, кто как, конечно. Но для меня до апреля 23-го, извиняюсь, года. Поэтому беру, естественно. И здесь будет такой тон. Вот. У меня сейчас этот пуховик, она подходит хорошо. Даже, мне кажется, до магазина вот дойти, добежать выходной день. Хорошая такая помада. Например, если идете во второй половине дня. Приглушенный такой цвет. Ну, по-моему, малина он назывался. Как-то так. Вот. Это была стойкая помада. Так. Сейчас еще раз покажу. Сириза One. Color Ultimate Ultra Fix. Ну, да. Стойкая точно. И последнее, что я беру, это сейчас. Потому что, наверное, больше это будет на весну. Попробую. Но и на лето пойдет в Project One. Это блеск для губ Диваж. Последний. Вот такой вот он цвет. Тон интересный. Можно его использовать просто отдельно на губы. Он будет полупрозрачный. С такими блестками. Кстати, вот у меня. Наверное, на среднем, да, пальчики блестки. Вот. Красота. Какая блестящая. Его я возьму. И. Вот такой блеск. Со сладким запахом. Полупрозрачный. Буду его использовать. У него. Так. Сейчас я тут видела где-то, да. Вот получается. Срок годности. Сверху. До ноября 23-го года. Ну, в принципе, я не думаю, что я буду таким блеском пользоваться, допустим, в октябре или в ноябре. Потому что там особо нет праздников. Ну, максимум может в сентябре. А так это май. Март, апрель, май. Да, июль, июль, август. Весенние, летние месяцы. Поэтому думаю, что правильно, что я его сейчас пока беру. Внедряю, начинаю. Опять же, праздники всегда есть. Когда хочется поблестеть, я возьму этот блеск. Вот это все было. Такое большое у меня длинное видео на 40 минут получилось. Всем, кто досмотрел до конца, большое спасибо. Поставьте, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на канал, если еще не подписывались. Выставляйте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видеоролики. Они уже будут и скоро, возможно, даже прямо сегодня. И всем желаю отличного настроения, хорошего завершения зимы и отличного начала весны. Главное, теплоты в душе, в сердце, покупочек, чтобы вас радовали, здоровье, счастье, исполнение желаний, косметики, если вы увлекаетесь, как я, чтобы вас радовало. И чтобы вы многим с удовольствием пользовались. Я, если честно, сейчас так с облегчением вздохнула, потому что я все это сейчас сложу в одну косметичку и начну спокойненько просто с завтрашнего дня, как раз с 1 марта, пользоваться. Потому что сегодня я хочу показать макияж своей новой палеткой и думаю, что я выложу сначала это видео, потом то. Всем желаю отличного настроения, удачи и всем до новых встреч!